Прямо обещают быть редкими, ведь численность населения зоны сильно уменьшилась по сравнению с предыдущей частью. Монстры были переделаны практически полностью, их поведение. Также переделаны они внешне несколько. Теперь монстр это действительно опасный противник, против которого тяжело воевать. То есть мы приходим к тому, возвращаемся, что зона это место не населенное людьми, это место населенное монстрами. И сталкер это человек, который не просто Рэмбо с автоматом в руках, он обычный искатель артефактов, то есть он зарабатывает деньги поиском артефактов. А оружие ему нужно для того, чтобы защитить себя от монстров и, соответственно, детекторы, для того, чтобы найти артефакты и не попасть в аномалии. То есть опять возвращаемся не к стрелялке, а к игре, когда сталкер это вот одиночка, который в зоне идет за какое-то выполнять задание, либо же ищет артефакты, зарабатывает деньги, скажем так. И тем не менее, рано или поздно мы на кого-нибудь донаткнемся. Публика в центре зоны собралась пусть и немногочисленная, но достаточно разношерстная. В центр зоны проникли очень много сталкеров. В принципе, это были первые люди, как более мобильные, которые пришли туда. Вслед за ними пришли несколько отрядов группировок, я имею в виду «Долг или свобода». Был закинут один из мобильных лагерей ученых, ну и начали просаживаться бандиты. Это вот если брать по группировкам. Ну, можно встретить также отдельных представителей других группировок, но они как бы не носят такого массового характера. Кроме этого, мутанты, то есть это место, которое исторически, в момент образования зоны тут были только мутанты. Все известные по двум предыдущим проектам мутанты сохранились, плюс мы добавили двух новых, новых старых. Это Бюрер и Химера. Бюрер — это такой маленький смешной карлик, который миролюбивый, сам не агрессивный, не атакует, но обладает мощным потенциалом телекинетических возможностей, ну и стремится в первую очередь защитить себя. Он может поднимать телекинетический барьер, чтобы защищаться от пуль, может отталкивать игрока, который подходит к нему близко, может вырывать у игрока оружие, может поднимать и кидать в игрока всякие физические предметы. Но он как бы не агрессивный, атакует только если ты придешь в его логово, грубо говоря. Второй монстр — это Химера, это такой кошачий хищник, наверное, мутация такой дикой кошки в чем-то. Она старается, наоборот, скрыться и напасть на игрока сзади, из какого-то укрытия, так, чтобы немощным движением его убить и убежать. Ночью она постоянно уходит из света фонарика, заходит с фланга, с боков, перепрыгивает с места на место. Очень тяжело отследить ее перемещение, поэтому она очень опасна. Бой один на один с Химерой, но если у тебя нет хорошей реакции, наверное, закончится плачевно. Но днем, когда видно все как на ладони, она не столь опасна. Химера — это такой ярко выраженный ночной монстр. Кроме этого, остались остальные мутанты, но они подверглись как визуальному редизайну, то есть мы потянули их немножко по современной стандарте графики, так и их поведение тоже было изменено. Кровосос убрали, то, что многим фанатам не понравилось, его неуязвимость, состояние невидимости, то есть это было убрано, мы добавили в некоторую другую фишку, которая более интересна, станет с ним сражаться. И всем монстрам, без исключения, был изменен вообще алгоритм атаки, то есть раньше собака подбегала и кусала тебя за ноги, не сдвигаясь в место, сейчас они движутся, сейчас нельзя найти монстра, который эстетичен, стоит на месте и кусает кого-то там, не сдвинувшись. Сейчас бои с мутантами выглядят более динамично, мутанты с мутантами могут, опять же, сражаться то, чего раньше, предыдущих проектах не было. Это все выглядит динамично, зрелищно, это выглядит интересно. Дизайн монстров изменится. Мы меняем все модели, мы моделим их в хай-поле, снимаем нормал-мап и изменяем им диффузные текстуры, спекуляр, словом, полный редизайн всех монстров, всех до исключения. Визуально это отразится так, что не будет углов, нормал-мап будет имитировать очень высокополигональную модель, которого раньше не было видно на этих монстрах. Раньше бам присылался вручную. Все, что выше рисовалось светленькими пятнышками, все складочки, все впадинки рисовались темненькими пятнышками. Конечно, на черно-белой текстуре никогда не предугадаешь, как это будет выглядеть в нормале. Так мне наловчились кое-как рисовать, но оно выглядело неплохо. Но сейчас это будет выглядеть совершенно иначе, на гораздо более высоком уровне. На некоторых монстрах добяются явно видимые детали. На кабане, к примеру, и на псевдособаках появится мех местами. Он сделан альфой, но выглядит очень красиво. С лицами персонажей в игре совершенно отдельная история. В чистом небе у нас было, по-моему, если не ошибаюсь, пять уникальных персонажей на всю игру. То есть с уникальной внешностью. Здесь у нас будет почти 30. В Зове Припяти будет почти 30 уникальных персонажей. Они моделятся с реальных людей, с соблюдением всей анатомии. Я буду тоже в игре. Из-за меня будут делать персонажа по имени Гарик. Я буду проводить людей с уровня на уровень. Будет масса других людей. Будет, к примеру, наш парень, который делает интерфейс. Он тоже будет персонажем. Получился очень выразительный. Похож на библейского героя. С пышной шевелюрой. Но он впишется в игру в отлично. Ну, не только сотрудников GSC можно будет встретить в игре. Скажем, в Скадовске есть колоритный бармен по кличке Борода. Давайте рассмотрим его поближе. Узнаете? А так? Отец Валериан, собственные персоны. Используя технологию создания лиц реальных людей, разработчики пригласили в студию нескольких страйкбаллистов, участвовавших в полигонном сталкере, сняли со всех ракурсов и поместили в игру. Так что не удивляйтесь, если некоторые персонажи вдруг окажутся до боли знакомыми. Иных масштабных графических нововведений в Зове Припяти не ожидается. Технологии останутся прежними, просто их продолжат обкатывать и доводить до ума. На самом деле это скорее плюс, так как разработчикам не придется распылять усилия на спецэффекты и можно будет сосредоточиться исключительно на игровом дизайне. Это позволяет надеяться, что игра все же выйдет в срок, а главное, не будет изобиловать багами. Основные работы по движку сейчас ведутся в области оптимизации. В частности, у нас как бы две задачи. С одной стороны, одна из наших фишек – это большая открытая локация, то, чем мы всех еще в 2004 году поразили, и мы стараемся держать марку. С другой стороны, мы стараемся снизить системные требования, при этом сохранив планку качества. В частности, по затону, могу сказать, что нам удалось сделать достаточно большой, красивый, геометрически сложный уровень, который не сильно бы нагружал, ну как не сильно, нагружал бы, наверное, на уровне болот, может быть, чуть ниже. Конечно, сталкер требовательная игра, но мы, по сравнению с чистым небом, наверное, даже чуть-чуть некоторые моменты облегчили, и некоторые наоборот в игре. Пришлось отказаться, к сожалению, от старых моделей шейдеров. У нас сейчас минимальная модель шейдеров, сегодня не изменяет память, 2.0. Это было сделано из-за того, что мы решили вести некоторые новые интересные постпроцессы, но на шейдерах 1.2 они нереализуемы были. Ведутся работы по расправлению игры, чтобы она более эффективно использовала многопроцессорные системы, но, к сожалению, наш движок предпенсионного возраста закладывался его снова еще в 2003 году, в 2002 даже. Поэтому не все из того, что мы хотим сделать, мы можем сделать в этом движке. Напоследок мы все же задали сотрудникам GSC самый важный вопрос, ответ на который позволит точно определиться с ожиданиями от игры. Итак, чего же не будет в новом сталкере? Не будет транспорта. Ну, много об этом говорили. Я все-таки считаю, что в том мире зона, которая есть сейчас, она более беспособна для путешествия пешком, чем лезть на машине. Если дизайнить игру, где основной тип перемещения будет перемещение на машине, там совсем другие законы. То есть мы делаем все-таки игру, наверное, для пешеходов больше. Нам больше нравится, когда очень большое количество, разные детали достаточно интенсивно между собой расположены. Если делать игру с ездой на машине, от этого пришлось бы отказаться. То есть мы делаем пока пользу не в сторону машин. То есть есть много других игр, где есть езда по машине, но сталкеры должны, считай, убрать чем-то своим. Войных группировок, ну, в таком стиле, как она была в ЧН, не будет. Вертолетом с лайфбаром тоже не будет, хотя вертолеты будут. Боссы, ну, как сказать, иногда и псевдогигант, который встретится в помещении, может считаться боссом. В том стиле, что именно босс с лайфбаром, да, от кого точно не будет. Это очередная работа над ошибками. Все-таки сделать идеальную игру с первого раза ни у кого никогда не получалось. И не стыдно признавать, что какие-то вещи были не совсем, скажем, удачными. Что ж, мы услышали все, что хотели услышать. Компания GSC Game World движется в верном направлении, учитывая пожелания поклонников, развивая удачные идеи и отказываясь от тех, что себя не оправдали. В Зов Припяти заложено немало интересных задумок. Если разработчики сумеют достойно воплотить их в жизнь, то... Кто знает, возможно, уже этой осенью мы поиграем в того сталкера, о котором мы так давно мечтали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok